В общем, я приехал к ребятам отдавать стул, они не знают, что я привез им стул, они вообще не знают, что я его делал для них. В общем, сейчас для них это будет такой сюрприз. Поэтому смотрим, что получится. Немножко людей не глиже, меня капелька не ждет. Здравствуйте. Именно вот так выглядят удивленные лица людей, которым ничего не понятно. Вам, скорее всего, тоже понятно тут мало. Поэтому вернемся в начало. Сегодня я буду делать детский стульчик для сына моих друзей. В начале предполагалось, что он будет сделан из фанеры, но у меня осталось немного лиственницы от одного из предыдущих проектов, и я решил использовать ее. Для начала я нарезал доски, подножки и боковые части стула в нужный мне размер. Поскольку у ножек будет определенный наклон, торцовочной пилой я задаю небольшой угол в 5 градусов и подрезаю ножки внизу. Чтобы правильно позиционировать стул, я закрепил кусок фанеры, который будет выполнять функцию пола и позволит сделать стул ровным. Поскольку четкой картинки, как будет выглядеть стул в голове, у меня нет, первую боковую часть я примеряю на глаз, чтобы попробовать несколько вариантов и выбрать самый оптимальный, который после просто отзеркалю на другую боковую часть стула. После отмечаю карандашом места соединения и на каждой части соединения с помощью торцовочной пилы делаю выборку в полдерева. Другими словами, на каждой детали в месте соединения выбирается, ну или выпиливается половина ее толщины. В результате получается вот такое прочное соединение, которое склеивается между собой. Продолжение следует... Продолжение следует... А пока детали между собой склеиваются, у вас есть возможность поставить палец вверх этому видео, а также подписаться на канал, если вы это еще не сделали, и прожать колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Когда клей высох, все лишнее я подрезаю лобзиком и шлифую места соединения, чтобы все было ровно и гладко. Приступаю к ступеньке и сидушке. Из той же лиственницы я делаю два вот таких вот уголка, которые потом приклеиваю к ступеньке. Для дополнительной прочности использую шканты. Поскольку на ступеньку всегда идет немалая нагрузка, этот уголок служит для того, чтобы увеличить площадь соединения ступеньки с боковушками. Поскольку сама ступенька достаточно тонкая, всего 20 мм, этот угол позволит соединить ступеньку с боковушками не в один саморез, а в два, что соответственно увеличивает нагрузку, которую сможет выдержать ступенька. И вот на этом этапе лиственница у меня закончилась. И для сидушки я использовал 15-мм фанеру, которую соединил между собой все теми же шкантами. Почему я не использовал целый кусок фанеры, чтобы получить однородную монолитную сидушку? Ну, потому что визуально мне так нравится больше. Это создает ощущение того, что сидушка, так же как и все остальное, сделана из склеенных между собой досок массива. Продолжение следует... Поскольку стульчик детский, с помощью вот такой вот кромочной фрезы я сглаживаю все имеющиеся острые углы. Это и выглядит хорошо, и тактильно приятно. И далее после фрезерования прохожусь уже в последний раз вручную. Шкурка и зерном 180 по всей поверхности. По итогу у меня получились две половинки стула, правая и левая, ступенька, спинка, две подсидельные части, сама сидушка и еще одна небольшая соединительная деталь. Теперь нужно наметить места, где будут крепиться будущие соединения. Сверлю соответствующие отверстия и соединяю между собой две половинки с помощью саморезов. Максимально важно самое первое соединение. Тут главное соблюдать все углы и горизонт, чтобы стульчик был устойчивым и не качался. Конечно, при условии, что все остальные детали получились правильного размера. И вот, что в итоге у меня получилось. Осталось только покрыть дерево маслом и можно вручать новому владельцу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...